Добрый вечер! Сегодня пятница, я Анатолий Голя, подводим итоги недели на РТР Молдова. В прошедшие 7 дней мы пристально все следили за развитием ситуации на Украине и размышляли о том, как это может отразиться на нас. Ну и наблюдали за тем, что происходит в молдавской политике, в том числе за последним скандалом, связанным с попыткой подкупа депутатов. Обо всем этом мы непременно поговорим сегодня, не забывая в то же время, что завтра все-таки праздник, Международный женский день. Поэтому сегодня я решил поговорить для начала и о женском лице молдавской политики, о женщинах в политике и о политике с точки зрения женщин. Сегодня в студии депутат от партии коммунистов Виолетта Иванова. Добрый вечер! Добрый вечер! И депутат от демократической партии Стелла Жантуан. Добрый вечер! Добрый вечер! Уважаемые телезрители, мы как всегда в прямом эфире и вы можете задавать вопросы по адресу электронной почты. Итак, дорогие женщины, в какой степени вы согласны с бытующим таким утверждением, что у молдавской политики не женское лицо? Кто смелее? Знаете, я бы сказала, что как раз у молдавской политики женское лицо. Женское лицо? Да, но женское лицо только потому, что, это мое мнение, что в нашей молдавской политике вот именно не хватает мужского характера. Поэтому в переносном смысле у нас все-таки женское лицо, потому что я вот наблюдаю иногда какая-то мягкая телость в принятии решениях, или наоборот тянется с каким-то решением, или желание, нежелание увидеть проблему. И поэтому в том плане, что больше женственности присутствуется, чем мужской воли. Вы знаете, мне вообще очень не нравится вот этот термин «женщина в политике» и то, что в последнее время очень часто говорят об этом. Потому что сегодня женщины везде, и в политике, и в космосе, и на подиумах, и на кухне, и на тракторах, и везде. И если говорить о продвижении женщины и о том, в молдавской политике женское лицо или нет, то я хочу сказать, как представитель партии коммунистов, что в нашей партии всегда очень достойно оценивались профессиональные качества женщин. Вы помните, что в прошлом правительстве, то есть когда мы были у власти, очень много было женщин. Женщины возглавляли очень важные министерства. И то, что сегодня я видела даже инициативу в парламенте, о том, что в парламенте должны быть 30% женщин, я считаю, что это абсолютно неправильно. Женщины не измеряются в процентах, и их может быть и 40, и 50, и так далее. И вообще я хочу сказать, что мы немножечко поправили даже Ленина, когда он говорил ум, честь и совесть нашей эпохи, мы добавили и красоту еще. Так что мы считаем, что женщины должны быть и в политике, и там, где они могут решать вопросы. Вы рискуете поправлять. Ваша партия прибавила и красоту. Да, ваша партия прибавила и красоту. Что касается партии коммунистов, я помню, что когда вот в этом парламенте из 42 депутатов было 12 женщин, сейчас из 32, наверное, 9. Ну, да, да. Но все равно, если говорить о сегодняшнем парламенте, то у нас больше женщин, чем во всех тех других партиях вместе взятых. Инициатива, я знаю, что была инициатива ЛДПМ 70 на 30, и говорили, что это соответствует европейским нормам. На прошлой неделе ряд неправительственных организаций, в том числе организация 50 на 50 за гендерное равенство, провели даже пикетирование здания парламента с требованием установить в законодательном порядке нормы представительства женщин в органах государственной власти. Даже некоторые депутаты, ваши коллеги, вышли, чтобы поддержать эту инициативу. И вот хочу спросить, как вы относитесь к ней, и сколько на самом деле должно быть 50 на 50? Вообще в обществе у нас 52% женщин, насколько я помню по статистике. Вы знаете, я хочу сказать, даже дополнить то, что сказала коллега, конечно, я думаю, что такой подход именно 30, или 40, или 50, или вот именно такая борьба за продвижение женщин в политике, по моему мнению, она является дискриминационной по отношению к женщинам. Потому что мы говорим о профессионализме, если говорим о том, что, о управлении государством, если говорим о парламенте, говорим о правительстве, то здесь прежде всего критерий должен быть профессионализм. Это должна быть подготовка, это должны быть соответствующие знания. И я думаю, что для умного и талантливого человека не нужно устанавливать какие-то проценты. И поэтому по отношению к женщинам, допустим, мне, как женщине, меня даже это оскорбляет, когда кто-то говорит, что для этого нужно законодательно закрепить 30% или 40%. И тем более, что здесь ни один законопроект не поможет, потому что наши мужчины, я думаю, что не позволят. А если даже позволят, чтобы было 30%, то не обязательно, что первые в списках будут все 30% женщин. Можно с 71 по 101 кандидат. Я думаю, что то, что мы говорим, если говорим, что это западная традиция, что в Европе уже существуют эти законодательные акты, по которым, по эти квоты для женщин, я могу сказать, там совершенно другая демократическая культура, там совершенно другая традиция политическая. И это именно традиция? Это традиция, да, а не только законодательная. Для республики Молдова это не характерно, поэтому у нас будет патриархальное общество, у нас принято для молдаванина, что глава семьи это мужчина, поэтому я не думаю, что общество это воспримет или это приживется как традиция. Вы знаете, вот я хотела буквально пару слов добавить, так как я уже высказалась по этому поводу. Мы вот на прошлой неделе рассматривали инициативу, я не помню, перед ними, по-моему, вот по поводу 30-процентного соотношения. Это давняя инициатива, еще пару лет назад была, не знаю. Ну, она сейчас активизировалась, да. Абсолютно не поддерживаю, действительно, это дискриминационно, потому что за основу действительно должно взяться профессионализм, компетентность и умение решить проблемы, промотоспособность. У нас очень много умных, талантливых женщин, которые, кстати, если они будут 40 или 50 или 60. Да, почему не столько. Я хочу выразить вам обеим благодарность, потому что вы облегчили мою задачу. Я не знал, как сказать дипломатически, потому что если бы я сказал то, что вы сказали, то тут же женское общество, там 50 на 50, сказали, что ведущий против представительства женщин в парламенте. Нет, мы говорим, что их может быть и 60, то есть не надо лимитировать. А я на самом деле, не знаю, вот с точки зрения женщин, я бы, наверное, почувствовал бы себя ущемленным, что дают место только потому, что женщина. Потому что на самом деле может быть и больше, может быть в правительстве, может быть в определенном министерстве, я не знаю, там, министерство образования, министерство здравоохранения, может быть и 70% женщин, и 80%. Обороны может быть меньше, там 20%. Это абсолютно естественно. Хорошо, мы солидарны с вами в этом вопросе. Это сказали вы, а не я. Как относятся мужчины к женщинам-политикам? Несмотря какие мужчины. Ну вот в парламенте, к примеру, у вас есть какие-то там, не знаю, льготы, привилегии? Не знаю, это как. Уступаю очередью микрофона, сейчас, правда, микрофон перед каждым. Нет, хочу вам сказать, что в зале как раз не чувствуется, женщина ты или мужчина. Там ты просто депутат. И когда мы заседали в зале по Атуре Пумбличи, я хочу вам сказать, что у микрофона никто друг другу не уступал место. Все в порядке очереди. Да, все в порядке очереди. Но, в общем, я хочу вам сказать, что хорошее дружеское отношение. Я думаю, что это все на уровне межличностных отношений. Все зависит от человека, от его характера и от его коммуникабельности. Ну, я хочу сказать, что по отношениям коллегам из партии, конечно, очень нормальное отношение. Мы чувствуем и поддержку, и мы общаемся очень часто. Но со стороны, если говорить о парламенте, то это, конечно, ужасно. Там можешь нажимать сейчас эту зеленую кнопочку, тебя просто не замечают, будь то женщина или мужчина сегодня смотрит, какая партия нажимает эту кнопочку и просит слово. Понимаете? Так что мне было очень обидно даже вчера, когда я хотела аргументировать очень четко, когда конституционный принцип по отношениям к власти принимается нормально, по отношению к оппозиции ищутся там всякие лазейки. И мне просто не дали высказаться. Вот здесь действительно ущемленность и дискриминация. Я не был в новом здании парламента, в обновленном, о чем не очень сильно жалею. Я не понимаю, как работает. Она никак не работает. Нет, нет, нет. Вы нажимаете кнопки, и у спикера это отражается. Он видит. Отражается на табло. Всех депутатов видит. Да, мы попросили. По логике вещей должно, вот когда мы нажимаем, должно появиться вот этот список. Очередность. Мы очень попросили, чтобы это проявить на табло, как делается везде. Чтобы мы посмотрели, кто за кем выступает. Кто когда попросил слово. Да, и какая очередность. Но нас лишили этой возможности. Ну, я так понял, что кроме комфорта в новом здании парламента есть многое недоработано. Даже вот мы попытались проголосовать первый закон. Получилось так, что он был не в пользу коалиции. Они быстренько отключили от питания вообще всю вот эту вот систему. То есть, вот такие вот дела. На самом деле, я хочу сказать, что вся проблема в софте. Дело в том, что парламент только сейчас перешел на электронное голосование. Поэтому, конечно, всегда первый блинкомом. Но я вам хочу сказать, что это очень хорошая система. Потому что она присутствует во всех европейских парламентах. Очень удобно. Не только в европейских. Да, и в Совете Федерации, и в Госдуме, и в Верховной Раде. Единственная проблема, что у нас получилось очень по-молдавски с этой системой. Потому что софт оказался не совсем... Софт, наверное, китайский. Да, не знаю еще какое происхождение. Как и камеры на улицах города. На самом деле, я тут где-то соглашусь. Потому что можно было, конечно, лучше подготовиться нашим именно атишникам. Но это очень удобная система. И сейчас дорабатывается программа для того, чтобы не только было видно на табло, кто говорит. А чтобы видно было, как кто голосует. Вот это очень важно. Вот это была наша просьба. Я хочу сказать, что очень несерьезно вообще отнеслись к переходу в новое здание. Ну, сегодня все депутаты так и работают в старом здании. Мы на первое же заседание бюро в этом году. То есть мы пришли с целым списком предложений. Потому что как только мы попробовали эту систему, мы поняли, что она абсолютно неправильная. И даже в нарушении Конституции. Потому что депутат должен проголосовать так, чтобы те, кто его выбрал, видели за какой закон, кто как голосует. А так вот, когда выявляется просто число проголосовавшихся, про, за или против. То есть это как бы в нарушении всех норм, то, что депутаты имеют эти нормы. И если говорить о софте, то, что он не прошел лицензию, то, что он не прошел все вот эти нормативные технические параметры. Это очень плохо, потому что было потрачено очень много средств. Вы знаете об этом. И в течение пяти лет можно было уже подготовить хотя бы зал заседания. Понимаете? И это очень неудобно сегодня работает. То, что пресса не присутствует в зале. И многое-многое другое. Потому что если раньше ты хоть стоял у этого микрофона и тебя видели, то сегодня даже этой возможности нету. Потому что нас просто не замечают. Я почему-то не соглашусь с вами. Наоборот, система сделана так, что когда депутат говорит, я хочу сказать, как раз это совсем, тут намного выигрышнее этот вариант. Потому что в прошлом, в зале, в бывшем зале дружбы, там, когда ты стоишь у микрофона, именно вся пресса стоит за твоей спиной. Было ужасно. И снимая только со спины. И даже мы видели эту картинку. Это было ужасно. Но да, теперь есть возможность, потому что система работает именно таким образом, что когда все камеры направлены на того депутата, который выступает. И мне кажется, что это очень даже хорошо. Потому что каждый имеет возможность увидеть, что говорит депутат и как он говорит. Имеется в виду, что нету камеры, выбираются при службе парламента. То есть вот этой службой, которая организует трансляцию. А кто-то, может быть, и об этом говорили, хочет снять, вот чем занимается другой депутат в это время. Какие книги читает, сидя в зале. Пресса транслирует то, что ей показывают. Да, да. Ну, у нас есть очень много более важных проблем. У нас только законопроекты. Газеты читают, журналы. Да ладно, ладно, ладно. Ведь помним мы в парламенте, даже не будем говорить, какие журналы. Вернемся к нашим вопросам о женщинах в политике. Вот, в принципе, вроде бы хорошо, женщина в политике. Потому что женщины, в общем, принято, что более ответственно относятся, более дисциплинированно. Вот сегодня вы на передачу пришли, как договаривались, за 15 минут и даже больше. Даже раньше. Да, даже раньше мужчины иногда приходят за 2 минуты до начала передачи, мужчины в политике заставляют меня нервничать. В то же время у женщин гораздо больше обязанностей по дому, относительно детей, семьи и так далее. Как удается совмещать? Успеваете вы? Ну, я хочу сказать, что здесь, будь там женщина или мужчина, основной принцип – это дисциплина и организованность. Потому что, допустим, в моей семье все знают, во сколько, буквально поминутно распределено все. Все знают, что мама в подлазнике. Все знают, что мама в подлазнике. Начинают с 6 утра, и все знают, кто когда выходит, кто когда кушает и так далее. То есть должна быть дисциплина во всем и очень правильно запланировать день, неделю, месяц и так далее. То есть это от пола не зависит? Я думаю, что это не зависит от пола. Я думаю, что организованность, дисциплина должна быть превыше всего. Я так же считаю, потом я хотела бы вас попросить, Анатолий, давайте не будем в таких дискриминационных рамках говорить о женщинах. Почему женщина организованность? Да, женщина, наверное, вызовная, но я знаю и организованных мужчин. Все зависит от того, единственное... А ваши мужья не относятся репностно? Знаете, разница между женщиной-депутатом и мужчиной-депутатом, это та разница, что у женщины-депутата нет жены, понимаете, которая дома приготовит покушать или уберет, или постирает, или все что такое. Но, знаете, это очень организованно, очень организует. И я хочу сказать, что я согласна здесь с госпожой Ивановой, потому что все зависит от того, как ты умеешь сорганизовать свое утро, свою семью. И у меня тоже удается все, все получается, все вовремя. А ваши мужья не относятся ревностно, то, что жены больше на виду? Ну, там, знаете, у меня есть друг, журналист хороший, который любит повторять, что мечта мужчины, чтобы жена была в тапочках, в халате, на кухне, и желательно беременная. Я не думаю, что мужчина любит таких женщин. Я тоже не думаю. Я считаю, что, допустим, у меня, мне во многом помогает муж, я очень благодарна, потому что, если бы не так, то действительно невозможно все успеть, потому что тут надо и уроки проверять детям, и многое другое. И здесь просто надо вот находить общий язык, понимание и, естественно, поддержку и помощь. Ладно, подводя итог вот этой части нашей беседы о женщинах в политике, скажите, на ваш взгляд, каковы шансы женских партий? Потому что у нас была Христианско-демократическая лига женщин, лидии эстрати, была Алла Мандекану, которая там пыталась что-то делать, вот именно женские партии. Я не верю в такие партии, извините, я не верю в такие партии, честно говоря, так же, как и не верю в будущие партии по этническому признаку. Я думаю, что, и хочу вам сказать, что, опять же, это все от патриархальной традиции в нашем обществе. То есть, я уверена, что просто за эту партию даже сами женщины голосовать не будут. Так расчет именно на это, что у нас больше 50% женщин, они проголосуют за своих? Я думаю, что технологически это неправильно, потому что для этого нужны определенные замеры, нужно делать соответствующий анализ. Я не думаю, что женщины или мужчины голосуют за ту или иную партию, потому что она чисто женская, она чисто мужская. Все зависит от того, какой месседж этой партии, какой концепт этой партии и что реальное, и какое доверие вызывает эта партия, что реально эта партия может сделать. Потому что сейчас у нас стал очень прагматичный избиратель. И вы знаете, что на протяжении всех этих лет уже столько все друг другу обещали, что я думаю, что следующие выборы будут очень жесткими, и на одних лишь обещаниях уже не удастся войти в парламент. Ну, я тоже считаю, что не надо ставить акцент на процентное соотношение женщин или мужчин в партии. Надо действительно посмотреть программу партии, надо посмотреть на опыт партии, на то, как партия решает вопросы, на политику партии. Опять говорить о том, сколько женщин больше, меньше, я не знаю. Я думаю, что это абсолютно не надо. То, что вы сказали по этническому принципу, у нас не нужно далеко ходить за примерами. В последних выборах было движение ромов, которые говорили, что у них 250 тысяч. Если все проголосуют, значит набирают 6-7%. Но еще надо сказать, что у нас нет таких цифр ромов, не 250 тысяч. Ну, они так говорили, я помню предвыборные дебаты, но в любом случае набрали 0,18, по-моему, что-то такое. Где здесь 250 тысяч ромов? Есть женские законы, которые вы принимаете в парламенте, о которых женщины пекутся в первую очередь? Ну, я хочу сказать, что женщины пекутся вообще во всех отраслях и во всех областях, начиная от социальных вопросов. Вы видели сегодня, как наши коллеги добивались включить очень правильные изменения в законопроект, который был проголосован. И нашим коллегам, женщинам, которые занимаются социальным сектором, также не дали слова. Если говорить об аграрном секторе, также женщины пекутся, как вы сказали, наравне с мужчинами, потому что очень много происходит того, что нельзя, что просто недопустимо. Если говорить о моем любимом секторе экологическом, то тут у меня вообще головная боль. Я сказала, что если бы эта власть вообще ничего не трогала бы, просто ничего бы не делала, просто получала зарплату, было гораздо лучше и для природы, и для здоровья каждого человека в отдельности и всему обществу в целом. Поэтому женщины пекутся во всех областях, начиная от экономических, политических. И нельзя говорить, что женщине волнуют стратегические вопросы, так как у нас дети. И естественно, мы очень хотим им, чтобы они жили в мире. И поэтому для нас очень важны и вопросы обороны, и вопросы суверенитета страны, и многое другое. Так что, как я говорила, женщины везде, и в политике, и в космосе. Госпожа Жантуа. Ну, я хочу сказать, что... Как насчет, лучше бы вы ничего не делали? Вы как представитель, правительственная комиссия, я хочу сказать, что... Видимо, госпожа Иванова имела в виду Министерство экологии. Я хочу сказать, что это не наш министр экологии. Сейчас найдем не наше. Дело в том, что власть не может просто ничего не делать и получать зарплату. На себя это не позволить не может, такую роскошь. Поэтому она пытается что-то делать, хорошо или плохо, но что-то делать надо. Конечно, я думаю, что это неправильно. Неправильно, если хороший законопроект, от кого бы он и не сходил, он должен быть принят. Должны быть выслушаны все аргументы. Вот я думаю, что, если вы говорите сейчас о чисто женских законах, в первую очередь чисто женские законы, это могут быть законы, то, что касается социальной защиты граждан, законы, которые касаются... И вот это как раз ваше министерство, и его возглавляет женщина. Да, законы, которые касаются прав человека, потому что то, что касается прав человека, это все. Это и оборона, это и безопасность государства, это и экология, это и здоровье, это и образование. Поэтому, если бы наши законы принимались бы или разрабатывались с точки зрения, исходили бы с прав человека, конституционных прав наших граждан, то я думаю, что качество наших законов было бы совсем другим. Но, к сожалению, я хочу вам сказать, что это проблема не только этой власти, это проблема всех властей, потому что то, что касается прав человека, это всегда было, знаете, то же самое, что если говорить о погоде, о хорошей или о плохой, или говорить о экологии. Потому что мы хотим хорошо, мы хотим быть здоровыми, мы хотим, чтобы дышать свежим воздухом, но мы считаем, что это второстепенно. Поэтому так же и права человека. Все хотят, чтобы их права соблюдались, но никто не хочет знать, как добиваться своих прав, как бороться за свои права, и вообще, что составляют наши права. Я думаю, что, на самом деле, женские, мужские законы, законы должны быть качественными, законы должны соответствовать и быть адекватными уровню жизни, повышению уровня жизни наших граждан. Вы очень правильно говорите, и то, что касается качества законов и сегодняшняя власть, то это абсолютно несовместимо, потому что на сегодняшний день все законы имеют очень явный коррупционный характер. Мы закончили на теме коррупции. Вы сказали госпожа Иванова про коррупцию. Нет, мы не закончили. Тут можно говорить вообще о том, что коррупция зашкалила. А вот тогда я хочу вас спросить, может быть, неожиданный вопрос задать. Насколько женщины подвержены коррупции? Больше и меньше, чем мужчины? Потому что я так понимаю, что женщинам нужно хорошо выглядеть, нужна дорогая бижутерия, косметика, многое чего другое. Как и мужчинам нужны машины, дома и так далее. Я думаю, что женщина... Детей обеспечить нужно. Детей решает этот вопрос, потому что, как вы сказали, машины стоят дороже, чем косметика. Поэтому я думаю, что... Ну, как бижутерия, может быть, и не дороже, по-разному бывает. Нет, ну, я думаю, что, вы знаете, вот, чисто психологически, то, опять, чтобы не было дискриминационного подхода уже, скажем, к мужчинам, но я хочу сказать, что это, кстати, абсолютно, скажем, научные данные, потому что как раз в Оксфордском университете было проведено исследование именно на корруптибельность. И были просто уникальные результаты, которые говорили о том, что женщины меньше подвержены коррупции, чем мужчины. И женщины менее корруптибельны, чем мужчины. И всегда склонны решать вопросы, минуя вопросы, решать денежным путем. Поэтому они более инвентивные и знают, что выстраивают свою стратегию таким образом, чтобы решение вопроса обошлось дешевле. И я думаю, что здесь проблема... Я не буду уточнять, что вы имеете в виду, когда говорите дешевле. Дешевле в том плане, что не платить. Не платить. Просто решить вопрос таким образом, чтобы он был решен им раз и навсегда. Потому что, когда ты платишь один раз, то ты будешь платить это постоянно. Поэтому стратегически нужно выстраивать так, чтобы этот вопрос был решен раз и навсегда. И без никакой коррупции. Это не в интересах женщины и не как женская, как натура. И вот если не верите, спросите свою жену. Можете поставить ей одну задачу и спросить. Этот вопрос можно решить деньгами, а можно решить просто поговорив с человеком. Методом убеждения. Убеждения и аргументов. Я думаю, что это более эффективный метод. Я считаю, что здесь речь не идет опять же о женщине или мужчине. И здесь о сущности, о человечности. Потому что, судя по тому, я вспоминаю о порядочности. Я вспоминаю, как вот этот период, когда из нашей партии выходили, то выходили и женщины. Меньше женщин, кстати, выходило из вашей партии. Пропорционально как раз. Как раз пропорционально. У них было 42, осталось 34, 8. Из 8, там 3 женщины. Пропорционально. Одна треть. Господин Голин, я абсолютно не хочу вам говорить сейчас. А если говорить о том, как вы сказали, что у женщин там забота, как выглядеть, там дети обеспечивать и так далее. Хочу сказать, что дети, они настолько же... Принадлежат к маме, как и папе. И папе. Так что, я считаю, что тут как раз вот мужчины должны решать вопросы детей и вопросы... Ну вот я хотел оставить на последок вопрос, но коль скоро вы сказали о выходе из партии, и ваш лидер сказал, что этим людям, которые вышли из партии, были заплачены деньги, назывались и суммы. Я не буду повторять. Вот очень-очень плохо, что назывались и суммы, и ни прокуратура, вообще никто не реагировал. А вот сейчас вот, представляете, вот мы говорили и конкретные суммы, и обращались к прокуратуре. И по поводу и этих депутатов, и советников на местном уровне, и никто вообще, никакая реакция. А как вы оцениваете вот эту ситуацию? Я телезрителям коротко скажу, о чем речь. Две недели назад, и нет, на прошлой неделе, неделю назад, госпожа Валентина Остротан, депутат от Демпартии, и Юрий Кереску от Либеральной Демократической Партии заявили, что были попытки подкупить их, чтобы они вышли из этих партий, из правящей коалиции. Ну, после этого вышел господин Юрий Балбачанов из Демократической Партии. В подтверждение, да? Да, не знаю, в подтверждении или нет, но сегодня было объявлено, что это вообще-то не связано одно с другим. Конечно. Но вот тех, которых сейчас хотят коррумпировать, подкупить, вроде бы там задержали двух человек, причастных к этому. И все задаются вопросом, кто же хотел подкупить? И наводит на мысль, что это либо извне какие-то силы, либо оппозиция. Вы понимаете, когда вот вышли предыдущие депутаты, когда разбогатели наши партии коммунистов, мы не работаем, не платим за... Не такими средствами. А никто же попросил по пути убеждения и аргументов, видите? Мы всегда доказываем нашу мощь делами и конкретными предложениями, конкретными аргументами и конкретными делами. Вот. Ну, вернемся к вашему вопросу. Когда вышли вот эти вот две недели назад два депутата, честно говоря, мне немножко было смешно. Думаю, две партии, два олигарха у власти, и тут выходят ихние люди и начинают плакать, что... Что кто-то им платит больше. Что кто-то им платит, что это вот. Когда вот вчера была озвучена позиция господина Балбачану, я хочу сказать, что я оценила это очень правильно. Потому что одно дело, когда выходили от нас, от оппозиционной партии, вот те предатели, как их хотите, так и называйте, вот, это было понятно. Потому что они стремились к власти, они хотели вот быть поближе к власти, и мы это видели. Это абсолютно искусственно созданная партия, той же властью, для того, чтобы избрать президента, для того, чтобы обеспечить ворум, для того, чтобы... Как были депутатами, так и осталось. Прокуратура почему-то абсолютно неинтересна была, сколько было им заплачено, хотя было озвучено и реальные конкретные суммы, и всем почему-то не было интересно. А то, что вот сегодня Балбачану... Прокуратура сама не обратила внимания на это. А почему партия, имея данные, доказательства, не написала прокуратуру, чтобы получили... Так не написали, вы знаете, сколько запросов было? Написали? Конечно, вы знаете, сколько... И какие ответы получили? Никакие. Понятно. Или вообще не получили, или какие-то вообще вот поверхностные. Что прокуратура это не занимает? По поводу... Вопрос для генерального прокурора у меня есть, когда придет на передачу. А вот для генерального прокурора я вам дам целую экипу, там штук 12 запросов, на которые просто отвечено, что это не компетенция прокуратуры, или что это... Ну вообще абсолютно никакие вопросы, а вопросы как раз касаются и природных ресурсов, и стратегические вопросы, и многое-многое другое. Вернемся к вашему вопросу. То, что касается выхода господина Балбачану, это очень такой вот тревожный знак, потому что если выходит депутат от партии, которая находится у власти, это понятно, что в этой партии, извините, госпожа Жантуан, видна коррупция уже зашкалила допустимые мины. Понять можно, осталось полгода у власти фактически до выбора. Это действительно говорит о том, что то, что происходит внутри коалиции, это абсолютно нездоровые позиции, и действительно, может быть, этим депутатам очень неуютно находиться рядом с теми, кто ворует. Вы видите, и рейдерство, и захват государственного имущества, и многое другое. Следуя вашей логике, можно объяснить власть оппозиции, что им осталось быть у власти не так долго. До выборов осталось 10 раз. Но они у власти, я еще раз говорю, когда от оппозиции выходили депутаты, это было понятно, а когда от власти выходят депутаты, это тоже понятно. Это тоже понятно, потому что ситуация настолько накалена, уже настолько сделана, так много уже, я не знаю, бед и многое другое натворила эта власть, что уже депутаты не выдерживают. Сейчас госпожа Жантуан нам прояснит, тем более, что я смотрел заседание парламента, и вы сидите рядом с господином Балбачану. Может быть, там он, сидя вам на ушко, шепнул. Шепнул мне что-нибудь. В чем причина? Вы знаете, вообще-то это, как говорится, не есть хорошо, когда дается такое сигнал общества, что и влезет та же вся эта истерия, покупаются депутаты, продаются депутаты. Это нехороший сигнал общества, потому что, если мы говорим, это относится и к власти, это относится к оппозиции, потому что сегодня ты у власти, завтра ты в оппозиции, то есть это нормальные процессы. Но это не очень хорошо, потому что власть несет в себе и в том числе и культуроформирующую функцию, и даже, скажем так, воспитательную для общества. И если мы говорим о том, что мы боремся с коррупцией, нехорошо делать всю эту истерию и навязывать обществу, что у нас во власти продажные люди. Я хочу вам сказать, что те, которые находились в списках, они приходили, потому что они во что-то верили, они приходили в определенные партии. Почему кто-то не пришел в демократическую, пошел в либерал-демократическую, почему кто-то не пришел в коммунистическую, пошел в демократическую партию и так далее. Поэтому говорить о том, что осталось кому-то 6 месяцев, 3 месяца, никто, как говорил великий поэт, нам не дано предугадать. Поэтому мы не знаем и никто из нас не знает, каковым он может быть в списках или не быть в списках. Потом, почему мы упускаем такой факт, что каждый депутат – это личность. И если этот депутат решил, что он больше не пойдет в списки, это его решение. А не потому, что принято считать, что в партиях сидят хозяева, который захотел, взял в список, захотел, не взял в список. Вот это тоже очень плохо, потому что у нас партия... А это не так, да? У нас партия одного человека. Я из тех, которые считают примерно так. Нет, я хочу вам сказать, что это именно так. Именно так. Поэтому я вам хочу сказать, что мне не нравятся эти процессы. Потому что то, что происходит, это не политический процесс, это не политический подход. Если мы говорим о партиях, должна быть какая-то внутренняя демократия. Тут вспоминаются слова Черномырдина. Какую партию не делай, как ее не называй, все равно получится коммунистическая партия. И если мы говорим о демократических партиях, каковыми мы себя считаем, то нехорошо говорить о своих коллегах, что они либо уходят со списка и боятся, что их не возьмет, либо их кто-то подкупил. Потому что потом ты, когда приходишь к власти в следующий раз, тебе уже никто не верит. Значит, ты такой же продажный, и ты корруптибельный. Нельзя говорить о своих коллегах. Потому что каждый имеет свои какие-то заслуги. Скажите попутно, места в списках партийных продаются или нет? Это вопрос рекламный. Я думаю, что, кажется, не будем прятаться. Что такие случаи имеют место быть, как говорят в Одессе. То приходится знать, как финансируется партия. Если вы говорите, что партия принадлежащая каким-то олигархам, я не думаю, что кто-то должен платить за это, для того, чтобы попасть в этот список. В партии коммунистов в список на выборах можно попасть за деньги? Я хочу сказать, что это абсолютно недопустимое. И в нашей партии никогда этого не было. Потому что я вспомнил... Потому что я в партии коммунистов с 2007 года, мы всегда работали, всегда находимся в территории, мы общаемся с людьми, мы знаем их не проблема, мы пытаемся их решать. Поэтому даже речи быть не может. А то, что вот буквально одно слово по поводу Балбачану, мы приветствуем такое решение, что он не смог выдержать вот тот беспредел, то, что творится в этой коалиции, и вышел. Естественно, молодцы. Это естественно. Они приветствовали, когда уходили от вас. Вы приветствуете, когда уходят от них. Нет, когда уходили от нас, я говорю, что уходили в 2009 году. Я вспоминаю просто случай, единственный, когда говорилось о том, что место купили в списке. Это случай Альянса Наша Молдова, когда господин Протон сказал, что купил. И, кстати, прокуратура так тоже ничего по этому поводу тогда не высказалась. Ну, в том-то и дело, что прокуратура не высказалась, по тому случаю сказали, что это не их компетенция. А если бы тогда высказалась, то, может быть, и сегодняшнего случая бы не было. Тогда бы это пресеклось, и не было бы вот этого прецедента. Два слова. Я хочу сказать, что это чувствуется, что в других партиях места покупаются. Потому что, исходя из тех законов, которые лоббируются, которые абсолютно ничего не имеют с государственностью, или со стратегической, или какие-то вопросы, они не то, что направлены для решения каких-то проблем, но они, наоборот, для создания проблем и в социальном плане, и во всех планах. Поэтому тут очень четко видно, что в партиях, которые находятся у власти, места куплены, потому что абсолютно некомпетентные люди, которые абсолютно не думают о народе, и которые абсолютно не думают, как решать проблему, которые не думают, как бороться с бедностью, бороться с бедными, и многое другое. Поэтому это факт. Я хочу вас заверить, госпожа Иванова, что... Я не про вас говорю. Лично я никакого своего места не выкупала в партии, потому что у меня таких денег нет. При всем уважении вам, госпожа Иванова. Я хочу сказать, что даже в нашей партии нет таких людей, которые платили за свои места. Они были отобраны совершенно по другим критериям, и по каким-то определенным заслугам перед партией. Потому что у нас, вы знаете, сохранилась и старая команда, которая была одним критериям, и партия новая, которая... Госпожа Иванова, у нас мало времени в эфире осталось, но я непременно хочу задать вам вопрос. Нет, никто ничего не платил, сразу говорю. Нет. Вот когда ваши двое коллег на прошлой неделе, коллег по коалиции, имею в виду, заявили о том, что есть попытки подкупа, в прессе, там, в интернете появился список из восьми депутатов, которым якобы предложили покинуть правящую коалицию, естественно, не бесплатно. И в этом списке были и вы. И не могу не воспользоваться случаем, чтобы спросить, сколько вам предложили. Я хочу сказать, что мне никто ничего не предложил. Потому что сегодня обнародовали 250 тысяч евро. Да, 250 тысяч. Евро или долларов? Долларов. Долларов. Это вообще по нынешнему курсу евро. Это вообще-то не национальная валюта. Понимаете, у нас национальная валюта евро. Поэтому я не знаю, кто платит в долларах. Да. Но, вы знаете, я хочу сказать, что не гоже тем, которые занимаются такими технологиями, продавливать дальше этот вариант. Потому что, я думаю, что общество не восприняло. Это было очень даже карикатурно смотрелось. Потому что с очень большой скоростью два наших коллег из коалиции с разницей в 4 минуты в Фейсбуке выложили материал о том, что кто-то им предлагал выйти из коалиции. Потом я хочу сказать, что просто очень противоречиво вы и натуру. Потому что как раз это не те люди, которые высказывали отличное мнение от позиции своей партии. Поэтому и тут же очень технологично сработали, когда появился этот список у некого Евгения... Евгения Лукьянчук. 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 Который выставил этот список и дал по партиям, кто и что должен выйти. Технология очень примитивная. И я не думаю, что она спасла бы эти партии от того, что если кто-то и хочет выйти с этой партии, если кто-то и считает, что им уже не по пути с теми, которые находятся в этой партии, он все равно выйдет. А я думаю, что все было продумано для того, чтобы, зная, какие проблемы есть, или кто с чем-то недоволен, для того, чтобы этих людей остановить, и для того, чтобы они не вышли. И я думаю, что, как говорится на передаче «Поле чудес», пользуясь случаем, хочу обратиться к тем, которые очень активно муссируют эту тему, и она становится просто какой-то параноидальной сейчас в нашем обществе, таким ажиотажем, покупая депутата, покупая депутатов. Те, которые это делают, они показывают только свою слабость. Только свою слабость. Потому что у меня, например, возникает вопрос, как сказала госпожа Иванова, а почему в случае тех депутатов, которые уходили, прокуратура не возбудила никакого случая? А скажите мне, пожалуйста, а какой у нас закон, вот мы, два депутата, а какой закон предусматривает, что надо вылавливать каких-то людей, которые якобы кого-то хотят купить? И где тот депутат, которого они даже знают его имя? Кто он такой и кто его будет выслушивать? То есть много-много вопросов. Поэтому готовиться надо совсем по-другому. Почему задержали посредника, если знали посредник, какому депутату должны передать деньги? Почему не задержали? Вы знаете, та же логика, та же логика, извините, та же логика, которая у меня постоянно возникает тогда, когда мы говорим о том, что мы арестовываем адвокатов, которые почему-то берут деньги для решения вопросов. А почему мы не прослеживаем, как эти деньги доходят до судей? Адвоката с момента передачи судей. И для того, чтобы взять того судью, который коррумпированный, и который должен отвечать за законы. Вы в комиссии по правам человека? Нет, я знаю, я эти вопросы постоянно поднимаю. Из этой логики. Тут я поняла, что очень много депутатов из коалиции, они хотят уйти даже бесплатно, без денег. Мы сегодня, когда социальные вопросы обсуждали... Нет, но ваши депутаты хотели уйти за деньги. Почему наши должны уходить без денег? Наши депутаты. То есть вы говорите, что это чистые слухи, вам никто не предлагал, и все это... Нет, честное слово. А может быть, моим коллегам предлагал? Но я не верю в это. Честно говоря, я вообще не верю, что кто-то обращался, и кто-то предлагал моим коллегам. Вчера, когда вы... В любом случае, для меня это неубедительный. Вчера, когда вы не голосовали вместе с коалицией за принятие по правам избирательный кодекс, уже стали говорить, что Жантуан готовится выйти из партии. А почему нас воспринимается, когда депутат имеет свою точку зрения, когда он имеет свою позицию? И причем я хочу вам сказать, что вот этот коллега Иванова, которая знает прекрасно, что я неоднократно высказывала свое мнение отличное от позиции нашей коалиции или нашей партии, почему-то тогда не говорили, что я хочу выйти. Я хочу сказать, что если бы работала эта система, электронная система голосования, то 50% сегодняшних законов они бы просто не прошли бы. Потому что мы очень солидарны и благодарны вот то, что, допустим, госпожа Жантуан не проголосовала за этот глупый и дискримационный закон. Абсолютно недемократичный закон. К сожалению, у нас нет времени. Почему вы не выразили эту благодарность на заседание? К сожалению, у нас нет времени. Потому что вы не проголосовали за все остальные. Очень хорошие законы. Вы и ваши коллеги. Я чувствую, дискуссия у нас только завязывается. Ее пора завершать. К сожалению, у нас нет времени в эфире. Мы не говорили про ситуацию на Украине, хотя я очень хотел. Но я уверен, что женщины за мир. Очень хорошая тема. Я уверен, что женщины за мир. Поэтому, увы, это остается на следующий раз. Тем более, что завтра 8 марта. Уважаемые женщины, дорогие наши матери, жены, бабушки, дочери, сотрудницы. Всех-всех поздравляю с наступающим прекрасным праздником, который мы, сильная половина человечества, с удовольствием отмечаем уже более 100 лет. Счастья вам, здоровья, радости от близких. Пусть весна всегда будет в вашей душе. А женский праздник длится круглый день. Не только один день. С наступающим вас праздником. У меня тут сюрприз для вас. Спасибо большое. С праздником. Будьте здоровы, счастливы, любимы. Спасибо. Вы смотрели пятницу с Анатолием Голио. Говорят, что политика, как и женщина, должна быть гибкой и держать линию. Хочу верить, что молдавская политика будет именно такой, а значит, более женственной. До встречи в пятницу на РТР Молдова. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова